Восемь, четыре литра, пятьсот восемьдесят пять сил. Ну, это ПК пятьсот восемьдесят пять сил, ты же знаешь. Немного теплее за стекло. Продаю. От нуля до штрафа быстро. О, Кирилл и редкостные имя. Это первое спортивно-развлекательное шоу в России про бои в телефонной будке. Уникальнейшее шоу, в котором два участника сходятся в поединке прямо в телефонной будке. Не будем тянуть, начнем. Уникальность этого события удваивается, потому что бой проходит в телефонной будке, которая расположена на кристально чистом льду с самого глубокого озера на планете Земля, Байкале. В этом выпуске вас ждет следующее противостояние. Популярный боец поп-ммэй в суперлегком весе Керам по прозвищу Косбов. Против самого тяжелого блогера в России. Гриша Полное ТВ. Разница собственного веса бойцов 100 килограмм. Байкал фурел! Противостояние в телефонной будке. Выпуск уже на канале Панч Клаб. Эксклюзивно, только на Рутюб. Ссылка на видео в описании ниже. Теперь не только самый сильный оператор в мире, но это и самый стильный оператор в мире. Давайте посмотрим, друзья. Диски, пленку надо будет. А какого цвета пленка, как думаешь? У тебя отвалилось? Нет. Какого цвета пленка должна быть? На серебристом. В смысле, ты поверх хочешь поклеить? Классика. Это черный сатин. На черные диски хорошие поставить. Полный антихром сделать, тогда это будет гэнгстер. Ну, все будут думать, что ты... Самое вообще простое, ты берешь и забиваешь. О, я знаю, что сделать. Есть программа, помнишь, которую мы собирали? Мерседеса. Как ты, я же сказал, что Мерседес пришел. Скука машины приехал. Да, программа, в которую мы собирали Тирексы. В нее нужно просто залезть и подбирать тебе, какой тебе нравится. Сейчас модный зеленый. Прикинь, как мы в том году угадали, что сделали Форда зеленым, и в этом Тирексы. Самое актуальное все делевое. Ой, собака ты серая, и машина у тебя серая. Довольщики всех дверей, пневма. Не, ну это еще тот самый Лексус, когда он был Лексусом. Это еще Лексус. Потому что вот сейчас он новый, который я смотрел, ЛС. Хотел себе рассматривать, как машину поджопник. Это прям или шляпа. По этим деньгам можно, я думаю, взять себе 7-очку Бэху красивую. Она, блядь, стильная, она вообще просто, она дает прикурить. Какой мотор? 4.6. V8, да? Да. Кирилл, а как так? Скажи подробнее. Как решился, когда заказал. Здесь гараж, гараж. Dream гараж. Гараж мечты. В котором есть пикап, в котором есть спорткар, и в котором есть поджопник. Экономичный дизельный. Вот мой спорткар. Также есть пикап. Еще остался поджопник дизельный. Спорткар, вот, ну вот такой вот у меня получился. АМГ. У тебя специально получилось два спорткара. Из пикапа тоже. Не, ну да. Причем этот, наверное, тот, хотя нет, этот шустрее будет. Я на ней в Сочи ездил, и у этих машин еще есть один нюанс. У них очень высокая крыша, рассчитанная по то, что человек будет садиться со шлемом. То есть полно пространства над головой. Поэтому я умещаюсь. Она жестковата, малость. Мы покажем всю историю с ней. Потому что сейчас дождина. Сейчас ее будем отволакивать в сторону 5 плюс дизельнига. И там уже лазить под ней. Разбираться, пробовать заводить, смотреть, что с ней там. Основная проблема вот, типа нету фар, типа нету бампера. Но бампер есть. Он чуть-чуть понизу разбитый. Фары целые. Все лежит в кузове. Ну мы сейчас все будем полный, как говорится, ампакинг делать. Еще там немножко сзади бампер подбросил. То есть по кузовщине она как бы нормальная. В8, 4 литра, 585 сил. Но это пока 585 сил, ты же знаешь. Это будет полный АМГ GTR. С карбонами, со всеми делами. Это будет очень красивая машина, вы увидите. Прям на дорогах будет более чем заметно. Меня уговаривают на то, чтобы поменять все здесь турбины, поставить другие турбины более производительные. Я не хочу. Мне хватит одного карчеводия. Я хочу, чтобы это мотор был, который поездит. Поэтому самый минимальный, самый безопасный стейдж мне хватит. Вообще очень крутая машина. Судя по тому, как она выглядит, даже несмотря на все эти ее нюансы, она выглядит просто превосходно. Вот этот вот цвет, мне не нравятся красные машины от слова совсем, но этот цвет, такой он какой-то бордовый, и на ней он смотрится очень эффектно. Будешь гонять на ней? Если разрешат. Конечно. Ни разу не ездила на заднем приводе, на каком-то мощном автомобиле. Мне кажется, это страшно. Будешь ездить боком. Надо только научиться сначала. Немного теплее за стекло, но в злые морогу... Продаю. Здесь надо регулировать. Нравится ПП? Мне Рэм больше нравится. Я все пикапы видел, все пикапы знаю. Рэм Ван Лав. Пока вне конкуренции. Хоть что говорить. Это функциональный американец. Ну, салон, ну, посмотри. Ну, ты понимаешь, как... Ну, как бы ты сам понимаешь. Немножечко не то. Хотел бы я вам показать про Мерседес побольше. Вот. Но хочется успеть к сезону, поэтому машина в ходу, просто с разбегу, помчала подбор краски, ремонта. Вы скажете, битяк. Нет, там чуть-чуть подразбита левая фара, поэтому правую держу для примера. Помните эту тачку? Эта тачка, которую мы... Ой, бля, слушай. Здесь свадьба. Подожди, моя фара. Фарочка моя маленькая. Реально, мы ее задарим. Смотрите, мы вот эту машину подарим. Это 5 плюс детейлинг. Они делают из этой машины выездной детейлинг. Кто не знает, что такое выездной детейлинг? Выездной детейлинг – это когда у тебя все есть, когда у тебя мойка в машине. Погоди, а вот человек, которому мы ее проунируем подарить, он же может как и свадьбу возить, так и дальше использовать ее, наверное, как выездной детейлинг. Да, поэтому получается, она как-то наклеена пленку. В твоей пленке мы разрисовали. А вы его научите? А, мы учим, что? Мы все это делаем. Ну, конечно же. Да, конечно. Ну, как и очень учить. Также у нас статья 22-го числа стартует презентация. Онлайн-школа наша. О, давай я с вами словами расскажу подписчикам. Грех не пререкламировать 5-плюс детейлинг. Да, это реклама, но это реклама рабочих мест. Серега рассказывал мне, что я вообще запамятовал. Вообще пришел сегодня поговорить по Мерседесу. А у ребят 22-го числа стартует бесплатный вебинар, где ребята будут рассказывать, что за профессия детейлинг, сколько там можно зарабатывать, как это, сложно это, как открыть свою точку и прочее, прочее, прочее. Либо устроиться на работу в какой-нибудь из детейлингов и потом вырасти до своего детейлинга. Кому интересна профессия и заработок в наше непростое время, кто болеет машинами, а я знаю, у меня вас много, можете залететь на бесплатный вебинар в компании 5-плюс детейлинг. Вот, вы можете залетать. Ссылочки я все оставлю на компании 5-плюс детейлинг. То есть будет ссылка. Туда ты можешь залететь только человек, только по моему промокоду. Да, зайти только по промокоду, потому что, опять же, количество места ограничено чисто для своих вебинарчиков. Между собой, как срубить баблишко. Походу у нас только фары от Мерседеса и обзора на крутую машину Влада. Я хотел бы напомнить, сейчас вот шел мимо, что у меня есть Lamborghini. Я давно обладатель спорткара. Lamborghini! ВАЗ Lamborghini! Ребята ее сейчас полирнули. Зерно горит, блестит. У всех есть свои цели. Да? То есть у меня цель, я про свой идеальный гараж рассказал. Это спорткар, это пикап и это поджопник. Поджопник бывает разный. Желательно, чтобы это комфортная, тихая машина на дизеле с нормальным расходом. Это спорткар. Это действительно спорткар. То есть, уже я машина, я не буду в нее садиться, но я в такой же сидел в Штатах. Это самый вместительный спорткар. Да, он выглядит не так вызывающий, как тот же AMG GT. Он не выглядит так же по-злобному и люксово, как Ferrari 488 GTB. Но! Мать его GT, это Porsche, это инструмент. Это инструмент скорости. Это самый надежный из спорткаров. Следующая цель будет за AMG-шкой у меня, либо Porsche, либо Ferrari. Где я заработаю на них, понятия не имею. Где я возьму денег, понятия не имею. Если у меня сейчас на них денег, ни копейки. Более того, еще долги. История следующая. Сплю ночью. Собаки. Помню, помню это видео. Видел, да? Да. И я такой вышел, такой герой такой. Самое вмещение. Ва-ва-ва. И такой, заткнулись. И они заткнулись. Даже птички заткнулись. Все заткнулись. Я такой, вся природа заткнулась, короче. Ну-ну-ну. Я поржал. Поржал, думал, что какой-то там мэн. Ну, что по итогу. Мэн Мэй Сэфиле пишет очень роботичную историю. Что в том месте, в том леску, живет человек. Зовут человека Дмитрий. Ага. У Дмитрия две собачки. Это получается, ты заткнулся, и Дмитрия иду в собак. Еще. Получается, я, вот знаешь, это вот, ну, не грубие, ну, лают и лают. Ну, как бы они мешали, да, собаки серые. Вот. Я пошел, короче, познакомился с Дмитрием. Сегодня, я думаю, дай мы нагрянем к нему. Дадим ему еды для собак, для него. На самом деле, ролик это обзор на самую крутую машину, на самую сильную оператору в мире. Ой. Ты что ж подхрыкнул от счастья, ты слышал? Дай бог ты его режешь. А что такое маленький багажник? А вот в лонговых заседениях засадим, вот такой вот. Верно? Да. А изъян это маленький багажник, то есть он нас обманул, я говорю, зачем тебе такая машина вода? Чтобы с тобой поехать, Пугачев. Слушай, не, ну, позорня, садиться, Лех уж удобно. Так, а еще такое? Это? Телевизор, чтобы тебе удобно было. Что там, уже обзор начался? Ну, мы как бы подводим к этому. Сначала сейчас ездим к Дмитрию, отдадим ему ништяков. Не, ну, салон, конечно, приятный, что, алькантара, шмалькантара. Цвет приятный, да? Цвет салона, да. Цвет кузова, называется, серая мышь. Да, надо менять. Серая эротическая мышь. Не, конечно, твоя машина, это все круто. Самый жир? Да, конечно. Самый жир, максимальный жир. Лонг, да, с атаманкой. Давай, сгорел и за жир. Ссылочки в описании. И не забываем, друзья, что у нас внизу будет мощная ссылка, постоянная, в которой вы сможете приобрести мои гайды. 100, 150, 200 килограмм, 300 еще как бы не выпустили мы, он есть. Также мы сейчас доснимаем гайд про пожми сотку дома, в домашних условиях, без всяких там штангов ваших этих. И следующий, это у нас гайд здоровья. И с начала июня вы все просили про похудение, я начну снимать про похудение. Были обстоятельства, был ковид, поэтому я не мог. Простите. Был не ковид, был джавид. Джавид уехал в Турцию. А, я знаю. Теперь можно и шутить. Был джавид, уехал джавид. Джавид у меня уехал теперь, поэтому все, да, не беснуйтесь, не бесогоньте. Все сделаем. Ну, как бы, можете понять. Может даже про этот отдельный выпуск выпустим, чтобы, опять же, вас уберечь, родных, от всякой этой хреноборины. Гайд, ссылка внизу. Ну что, вот мы и на опушке леса. Я надеюсь, он вообще, я надеюсь, он там, дремучий лес, где живет недремущий человек. Свой сорян. Он же не знает, он же не смотрит телеграм, где я там выложил это видео про собаку. Душа не на месте. У нас же все равно сегодня обзор про машину. Это так, вставочка. Владос, знаешь, спросил, как тебе, говорит, без камеры цена на эту машину? Ну, не цена, не то, что в целом машина как. Машина-то классная, что ли? Вип-уха, что ли? Вип-уха, да. Массаж. Лукшери-спа-резорт. Резент, как его, эксклюзив, лимит-эдишн. Лонг, вот. Лонг-версион, массаж. Гран-туризм. Бугатти-вериан. От нуля до штрафа быстро. Короче, ну, хорошая машина, садишься, чувствуешь себя богатым, успешным, тебе не надо никуда торопиться. Машина делает все за тебя. Кирюха, он сел, короче, обволокла ткань его тела, и он прям, ну, алькантары. Алькантары, да, и он был в восторге. Я утонул, в принципе, ну, я после севиков, для меня это, блядь, вообще, типа, ну, вау, лухари. Вот вам покушать, и там сосисечки для собак. Корма не было? А, был, 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 был. Да, вообще-то был, был. Как у вас здесь, все нормально? Да. Классно, хорошо, ладно, вот так вот, снять, показать, респектнуть, так сказать, да? Да. Вообще-то, с останки, наверное, практически, телевидение, ну, вот такое, своё, милисточковое. Я, я в 90-х годах, 91-м, антенчик, марабану. Все, мужчины, всего хорошего. Как вас звать? Кирилл. О, Кирилл, редкостные имя. Я Дмитрий, меня легко запомнит, дядя Витя. Ну, Митя, 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 Митя. А, Кирилл, да, это редкостные имя. Ладно, ребяточки. Так вы, как раз, подожди. Понял. Вчера был трезвый, я что могу поделать? Гоги на лице, я стрясаю, вообще вахарю. Очень прикольная штука, что отсюда вылазить удобно. Обычно, у некоторых этих, седанов тяжело вылазить сзади. Нормально. Даже не испачкаешь себе ничего штанину, придется вылез. А я себе их смотрел еще лет 10 назад такие. Гопру 10 лет назад, году 14-13. Я себе смотрел GS, на эти просто так залазил, смотрел, типа говорил, вау. Он меньше, конечно. GS 300, что, не помнишь, красивый такой? это да. GS, да, очень красивый. Нас помнено соревнование на таком везли, когда мы приехали с Кокляем в 14-м году в Новосибирск, в Бердск везли. Или в Бердск, или в Барнаул, не помню. Ну-ка. Слушай, Готч. Я уместился даже на месте, где Владос. Все, на максимум. Ну и как чувствуешься? Да, нормально, удобно. Видишь, не упираюсь коленом в эту штуку. Маленькая там, или? Кто она? Не, да не, нормальная машина. Где она маленькая? Ну вот тут то, что видишь, немножко закруглением. Блядь, опять же, я же не строительский среднестатистический человек. Я прям далеко не среднестатистический. О, вот это что-то прикольное. Блин, вот это да, это классная штука. Телевизор-то что? Справа вот этот телевизор, который обшит, это прям вообще прикол. Подбирает, да? Да, ну блин, слушай, это когда-то чья-то мечта была. О, нету как в современных машинах, там на 4-х отсекает. Смотри. В красной зоне подолбились сейчас. Ну что, на хвосты? V8. 140 тысяч пробег? 130. А, ну да, 140. Типа честный? Тысячу процентов честный. Да, я искал ее 6 месяцев. Мы ее проверяли полностью прям. Ну там видно, когда там 170. Но руль же перешитый. Руль, перешитый. Ну он, это болячка у них, он уже на 110. портится типа. Вот, видишь, чуть под затертость, надо это тоже будет подправить. 100% честный пробег. И КП перешито, по-любому. Да, 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 да. Ну это болячка у них, тут кожа такая не супер, как в BMW. BMW-то вообще пофигу. Прокатишься? Ну давай, посажусь. Как сказал Кирюха, на таких Lexus'ах надо кататься сзади. Справа. Вот, справа. Чистая массаж, сидухи. Смотрите, пульт, вот какие-то штучки, ничего себе. пульты. Там не пульты, знаешь, там какое ощущение, там это, как в СССР были, знаешь, компьютеры. С него ядерную ракету можно запускать. Часть до управления спутниками. У него еще и полный бак, братан, блядь. Он на полный баке ездит, блядь, это просто, понимаешь, насколько он крут. Здесь пневма, короче, и переключается в комфорт, спорт, то есть, среднее положение. Сейчас она в комфортнее. Вальяжная, то есть такая. Ну да, приятная машина по рулю, это по, так едет плавненько. Но подвеска что-то гремит у тебя, братан, гремит. Правда? Не, она в идеале здесь подвеска. Ну да, мягонькая. Причем за рулем она более мягко ощущается, чем когда ты сзади сидишь. Знаешь, на что похож Гочи? Очень сильно. Кочка. По ощущениям очень сильно похожа на этот. Вы какого хрена по дороге дети на велосипеде, это дорога, блядь. Папаша едет, ты представляешь, вот смотри, Влад, вот просто вот, ты помнишь у нас в последнем ролике на Биполярке, я еще охренел, когда ты монтировал, помнишь? Когда чувак маленький, на самокате, ребенок бутылки вез, блядь. С алкоголем. Вот это еще хуже. За что ответственный человек, когда едут по проезжей части, вот перед поворотом, сейчас там может вылететь просто нахрен машина. Как бы, я не родитель, я не я ж папа, не я ж мать, ну это же просто дебилизм. Я сейчас вообще просто даже за себя переживаю, за таких же, как я. Просто буду ехать, и мне, блядь, малой за это. Мне травма на всю жизнь, блядь, как бы, и моральная, и там, и по закону, и эти там, липокалеченный бумер. А что за приложение будут спрашивать? Я не знаю, 3D-тюнинг какой-то. Нормально, да? Он прямо мощный. Это он через куртку, через толстовку, через футболку, я его чувствую. Пульт, честно, спутниками можно управлять, короче. А зачем так много кнопок? В общем, он такой большой, там батарейки, не то, что пальчиками там. Ну, типа, очень круто, очень комфортно. Прям, вообще, мягко, комфортное положение, можно даже поспать. Либо покушать и поспать, дядя. Да, я кушать хочу, и что теперь? У меня по расписанию батончик и печенька с чаем. Ты правильно пытаешься? Да. Ну, правильно, вкусно. Вот, поэтому я ем свои любимые вещи, просто дозированные в определенное время. Что, я тебе очень могу просто сказать, примерно размеры в нем, да, сейчас сяду. Как в Бэхе, как в Бэхе, как в Ауди, по размеру. С-класс все равно вне конкуренции, у него больше всего места. Точнее, не новый БС-класс, новый С-класс, он меньше, а старая С-очка, вот эта вот, в 222-м кузове, в нем вообще полно места. Особо в Майбахе, там просто, жуть. А, че ты, ну хрена место. Ну, видишь, опять же, вроде бы фишка, опция, да, смотри на камеру, чупок. Как будто, что пластиковое что-то. Ребешки по-корейски. В общем, такое видео, такой обзор, чистый разговор между собой. Честно, ржаки было больше, когда мы, когда без камеры. Жалко, что такие моменты нельзя снявать, потому что действующее лицо и главный герой всегда у вас остается за камерой. Только слышали его истеричный смех, когда мы пришли к Диме. Дима оказался такой, что я могу поделать, ребят. Ну, собаки его гавкали. Честно, когда я узнал, что там живет человек, и он держит этих собачек, кормит их, как бы, мне так стыдно стало. Это вот, ну, это дурацкая черта, как это там, ну, вы поняли. Вот, поэтому мы пошли в Азбуку, закупились покушать, принесли покушать. Дочь, давай мяско, брат. Ну, по-братски. Галла, ну, ты грузин, мы все мясо едите, братан, у вас какая-то культура, ну, хинкали, шашлык, братский. Да ну, Камарджоба. Не, не обращай мне так. Ой-ой-ой, гой, ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, смотри. Вяу. А что, ты на аллокадо подсел? Вяу. Ты что, я на нем, в Штатах, как подсел, на гуакамоле, так и не слезаю. Кстати, многие меня спрашивают, что это за место, где мы сидим. Место называется Рэш-маркет. Находится в Мосфильмской 88, да? Да. Да. Много сюда не ходите, потому что здесь места мало, здесь всего несколько столов. Но продукты покупайте, поддерживайте. С хозяевом знаком, очень крутые ребята. Ни за скидку, ни за что, ни за рекламу. Ну, вот мы сейчас купили здесь, но это, ну, на сколько? Ну, рубль на полтора край. И все сейчас наедимся. Котлеты от голода. Блин, помидор прям вообще пушка. Чего ты мне помидоры не предлагал? Сразу таблетки царю. Ты даешь? Да, ты пипец, они мне всем мясом хотят накормить.